Каждая бедная семья такая 2 Привет! Под прошлым роликом за один день вы набрали 50 тысяч лайков для того, чтобы я снял продолжение. Так что по традиции набираем под этим роликом за один день 50 тысяч лайков и я снимаю третью часть каждой бедной семьи такой. Ну и приятного просмотра! Каждая бедная семья такая 2 Слова! Я сколько раз тебя просил не брать мой крем? Нет, я конечно не против, чтобы ты им руки мазал, но ты же его ешь. Ну а шо? У нас дома из еды вон только. Вода с под крана и оливки. Оливки я не люблю, а вода дорогая, так что твой крем отличный вариант, еще и яблочком пахнет. Проходи, раздевайся, чувствую себя как дома. О, миленько у вас. Ага, чай, кофе будешь? Да, нет, я не голоден. Спасибо. Отлично, у нас все равно ни того, ни другого нету. Каждая бедная семья такая. А где у вас руки можно помыть? Там, только ты это, горячую воду не включай, а то у нас ее за неуплату отключили, так что теперь из крана течет кола. Это он так шутит, не обращай внимания. Ну ладно. Но воду горячую на всякий случай лучше не включай. Каждая бедная семья такая. Значит так, я впервые за 4 месяца в новой школе нашел себе нового друга, и если вы испортите его пребывание у нас дома, я... Я... Я уйду из дома. Ой-ой-ой, напугал. Меньше народа, больше кислорода. Вещи помочь собрать? Слова. Хорошо, сыночек. Мы постараемся тебе не мешать. Спасибо, мам. Я очень на это надеюсь. Даник! Даник! Что? Тут такой неловкий вопрос. В общем, я это, в туалет сходил, нажимаю на смыв, а кнопка не нажимается, и так, и так нажимал, и оно чуть не работает. Вот деревня! Ладно, я тебе сейчас воды в тазик наберу, смоешь. Пап, ну что ты? Он это, хотел сказать, что у нас в туалет вчера сломался, а у мастера сегодня выходной, или он просто не может прийти. В общем, мы его на завтра заказали, а пока что придется смывать так. Ага, мастер не успел прийти. Уже почти полгода так делаем. Каждая бедная семья такая. Это моя комната. Заходи, не стесняйся. Ого, прикольная кофта. Я такую же буквально на днях в ящик для бедных выкинул. Вот прям один в один. Так это она и есть. Может только вчера ее подобрали? Ха-ха, ну и папа у меня шутник. Да, я тоже думаю выкинуть. Но сам понимаешь, дела, школа, бизнес, руки просто не доходят. Я, наверное, ее маме отдам, будет ей полы мыть. Полы? Вы что, дома сами убираетесь? Нет, блин, уборщицу вызываем. Хм, а у нас дома есть домработница. Она стирает, убирает, готовит. Иногда со мной домашку делает. А мы просто такое не любим. Вот, мама тоже хотела уборщицу нанять. Ну, сам понимаешь, лучше же, когда все делает свой человек. Там, убирает, готовит. Кстати, я иду тоже домашнюю люблю. У меня мама шикарно готовит. Ага, блин, шикарно. На Новый год, блин. Впервые решил попробовать ее салатик. Так потом, короче, просрал я Новый год. Господи, ты можешь помолчать? Каждая бедная семья такая. Слав, ну нужно же как-то сыну помочь. Удивить друга его. Да не, нафиг надо. Привел он кого-то. Лишний род только. Между прочим, пачка пельменей на троих лучше делится, чем на четверых. Ну, как ты не можешь понять? У Даника появился друг. Он позвал его к нам в гости. А потом? Потом он целый класс приведет. И шо? Чем нам их всех кормить? Боже, с кем я живу? Потом Даник пойдет к нему в гости и возьмет нас с собой. Ты думаешь о том же, о чем и я? О вкусной еде, которую приготовит их домработница. Эээ, вообще-то я думал о том, что было бы круто, если бы у них дома была двуслойная туалетная бумага и горячая вода. Но еда тоже неплохо. Каждая бедная семья такая. А давай какие-нибудь видосы на ютюбе посмотрим. Ой, я, если честно, не люблю вот это вот через интернет смотреть. Это не потому, что у нас интернет за неуплату отключили. Я просто, знаешь, иногда люблю поностальгировать, как в детстве. Ну, не знаю. У меня в детстве был интернет. Да, да, у меня тоже, конечно. Кстати, у меня диск есть, сдаешь молодежь. Может, посмотрим? Эээ, я же отказаться не могу. Ну, давай. Каждая бедная семья такая. Сына, хватит у своей игрушки играть. Пошли с батей на рынок. О, рынок? Прикольно. У меня папа когда деньги у друга забирал, тоже туда ездил. Ого, у меня там тоже товарищ работает. Да не, у него просто друг директор рынка. Кстати, а вы зачем туда собрались? Ну, как зачем? Я это, пока буду с продавцом разговаривать, Данька у кого-нибудь что-нибудь возьмет нам на ужин. Ну, во временное пользование, на неопределенный срок. Оу. Ха-ха, пап, ну ты прям даешь. Так смешно, я даже сам чуть не поверил. Каждая бедная семья такая. Мам, а что есть покушать? А то мы что-то проголодались. Блин, ладно. Оставлял она черный день, но раз уж такое. Во, Дошик, можете на двоих разделить и скушать. Еще в холодильнике майонез есть, но если будете брать, смотрите немного. Ого, Роллтон, я никогда такое не пробовал. Эээ, я тоже, просто по телевизору видел. Всегда было интересно, какой он на вкус. Каждая бедная семья такая. Даник, а тебе за оценки родаки тоже платят? Пф, конечно, еще спрашиваешь. По 50 за каждую пятерку. О, а мне в 500. А, я имел в виду по 50 долларов. Ого, повезло. Сына, это, помнишь, мы тебе на 18-летие 1 доллар дарили? Так там курс скакнул. В общем, хони мне его обратно. Я сейчас поменяю его в рубли, потом опять в доллары. И прикинь, мы идем в плюс на 0,3 копейки. Эээ, по 50 долларов, говоришь? За каждую пятерку? Хе-хе, ага. Каждая бедная семья такая. Слава, ты куда? Куда-куда? На улицу. Сейчас снега наберу, он потом растает, и можно будет хоть нормально помыться. Так там же нету снега. Зашибись. Ну все, придется тогда еще неделю не мыться. Каждая бедная семья такая. Матовый корпус, а еще 512 гигов. Ого, круто. О, а что это у тебя? Новый айфон? Ага, 11-ый. Так это, может поменяемся? У меня вот, Сони. Он правда тут немножко разбит, но ничего, чехол наденешь и будешь гонять. Он как новый. Вот тут, полный фарш, блютуз, 3G и капорт даже есть. Спасибо, очень заманчивое предложение, но, наверное, не надо. А шо так? Не мобила, а сказка. Вот даже если меняться будем, очень жалко будет отдавать. Каждая бедная семья такая. Кстати, я на днях с друзьями в Испанию еду. Если хочешь, можем тебя взять. Путевка туда и обратно всего 2000 евро. Пф, всего-то? Не, я не хочу. Просто не люблю никуда ездить. Так бы я с радостью, да, это же вообще копейки. А где ты вообще был? Я вон на прошлых каникулах был в Америке, в Лондоне и в Париже. Ну, в деревню часто к бабушке ездим, в Брест. Угу, там очень классно. А еще два года назад я был в Киевском аквапарке, там тоже очень классно. А, ну еще в четвертом классе в санаторий ездил. Ого, круто, мне б так. Каждая бедная семья такая. Прикинь, а еще мне родители на НГ подарили новые Apple Watch'и. Они такие классные, с них так удобно в школе списывать. Ну, не знаю, а мне не нравится часы носить. Можно просто на телефоне время посмотреть. А мне нравится. Кстати, а что тебе подарили? Мне? Пап, а что вы подарите мне на Новый год? Сына, ты в окно смотрел? Ну да. Снег видел? Так его же нет. Ну, значит, новогоднего подарка нету. Вот когда будет снег, будет тебе подарок. Эм... Ой, а мой подарок там, в комнате где-то. Он очень классный, да, но я его пока что не могу найти. Он там где-то под вещами. В общем, потом покажу. Каждая бедная семья такая. А чего у вас в холодильнике такие дымало? Да мы просто дома не едим. Мы в основном по ресторанам ходим, по кафе. Ммм, прикольно. Мы тоже так иногда делаем. А вообще у нас есть личный повар. Она нам всегда готовит. Каждая бедная семья такая. Ой, а это что у вас такое? Умный дом? У меня дома тоже такой есть. Правда, он немножко по-другому выглядит. Да нет, ты шо? Это я контакты замкнул, чтобы ты когда свет включаешь, счетчик в обратную сторону крутился. Что? Ха-ха, пап, ну ты сегодня прям в ударе. Это он просто так шутит. Каждая бедная семья такая. Мама Даняка, а что вы делаете? Это я из своих прошлогодних розовых ботинок делаю новые, черные. Всего каких-то два маркера и новые ботиночки готовы. Можно еще два года носить. Эм, а не проще просто новые купить? Да просто она любит все своими руками делать. Сам понимаешь, в этом мире технологий хочется иногда что-нибудь такое первобытное. Ааа, понятно. Каждая бедная семья такая. Миленько у вас. Ой, а что вы елку не украсили? Просто в прошлом году чей-то папа все игрушки в ламбар сдал. Да мы просто не любим все эти шарики, гирлянды. Знаешь, вот как елку срубили, дом поставили, и она такая вот зеленая, красивая. Нам больше вот такое нравится. Ну да, если там что-то прикольное, нужно будет папе сказать. Каждая бедная семья такая. А может телевизор посмотрим? Ого, это чей такой раритет? Блин, прикольно. Я таких уже лет 10 не видел. А, это мамин. Прикольно. А у моей последний айфон. Да, я свое тоже предлагал. Она ни в какую. Говорит, что ей с этим удобно. Он просто батарею хорошо держит. Каждая бедная семья такая. Да, Ник, давайте закругляйтесь уже. Тебе сегодня нужно пораньше лезть спать. Завтра с самого утра поедем на рынок. Вещи тебе в школу смотреть. На рынок? Прикольно. А мы все в ЦУМе с доставкой на дом покупаем. Да, да. Она это имела в виду. Просто мама у нас путает. ЦУМ, рынок, рынок, ЦУМ. Ну, сам понимаешь, слова похожие. Каждая бедная семья такая. Ладно, я, наверное, уже пойду. А то я хотел сегодня еще на массаж сходить и поплавать. Стоп, так уже же девять. Все бассейны уже давным-давно закрыты. Ой, наверное, вы просто не так поняли. У нас в квартире на первом этаже свой бассейн. Это шо? У тебя двухэтажная квартира? Нет. Ха, а то я уже подумал. Четырехэтажная. Папа полдома выкупил. Правда, уже как-то места стало маловато. Некуда его картины ставить. Но ничего, он сказал, что на днях мы еще пару этажей купим. Ладно, чем обо мне, да обо мне. В общем, было приятно у вас погостить. У вас тут так, миленько. Я пойду? Ага, я тоже очень рад, что ты зашел. Увидимся в школе? Каждая бедная семья такая. Папа, ну я же просил. Вы меня чуть не спалили. Ой, сынок, да подумаешь, он все равно ничего не понял. Алло, пап, представляешь? Да, они тоже бедные, прикинь. Они даже не спалили, что у меня айфон китайский. Ну, это, прикинь, у них, кстати, тоже воду горячую за неуклад отключили. Угу. Не, пап, у меня денег на автобус нету, так что минут через сорок я приду. Ага, давай, пока. Каждая бедная семья такая два. Мам, у меня носок порвался. Ну так возьми иголку с ниткой и зашей, уже не маленький. Чего? Какое зашить? Немножко скотча, и он будет как новенький. Друзья, ну вот на этом и все. Если вам понравился ролик, тогда обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и отправьте ссылку на мой канал всем своим друзьям. А вот рандомный комментарий с прошлого ролика. Если ты тоже хочешь попасть в следующий ролик, тогда напиши в комментарии, что ты любишь кушать. Лично я на завтрак люблю яичницу, а на обед котлетки с макарошкой, или нет, лучше пюрешкой. Ну а если этот ролик за один день наберет 30 тысяч лайков, то следующий выйдет уже через пару дней, а набираем под этим роликом за один день 50 тысяч лайков, и я снимаю третью часть каждой бедной семьи такой. Ну а на этом все, пока-пока!